всем привет продолжаем знакомиться с работами художников скульпторов сегодня у нас художник рисовальщик гравер и сценограф вольфганг хуттер данных очень мало данные из переводной википедии частично что-то я нашел на сайтах вот так написано вольфганг хуттер родился 13 декабря 1928 умер 2014 году был художником рисовальщиком гравером и сценографом в творчестве хуттера преобладали сюрреалистические пейзажи и образы образованы подсознание художника на фоне разрухи и голода пережитых в юности во время второй мировой войны говорят что на его работу повлиял его психоделический опыт родился он в вене как я уже сказал в 1928 году еврейского происхождения сын фон гютерсло учился на академии изящных искусств вене у профессора робина андерсона а затем его отца который тоже был художником вместе с эрнстом фуксом мэтром лихербом рудольфом хауснером фрицем яншкой антоном лимденом и ариком брауэром он является одним из главных представителей и членов основатели венской школы фантастического реализма был достойный наград юнеско приз венецианской биеннале 1554 года 1666 был назначен профессором венского университета прикладных искусств хуттер или другой транскрипции хаттер около 30 лет преподавал в венском университете прикладных искусств как художник он в основном создавал картины маслом и акварели фантастических царств населенных существами сказок и кукольными женскими фигурами он хотел сделать фантастические волшебные сады которые заслужили бы доверия благодаря техническому совершенству и точности кроме того многочисленные декорации а также известной работы как литографированный цикл татуировки шестьдесят пятого года травюру для волшебной флейты и 174 свидетельство его незурядном художественном мастерстве его мозаика вечер на фасаде жилого комплекса венском районе его знаменитая настенная живопись в сальсбургском фестпильхаусе считается шедеврами но вот то немногое что мне удалось найти в интернете о художнике рисовальщике гравюры сценографе его фамилия вольфганг хутер другой транскрипции хаттер пока пока смотрим работы до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok